Всем привет! Вы, как всегда, на канале Семен и Чемоданах. С вами я, Славян. Я вас сегодня приглашаю в новый выпуск, который будет... Ооо, это будет отрыв. Обязательно досмотрите его до конца, ведь таких видеороликов у нас с вами... Хотел сказать, давно не было. Нет, таких роликов, по-моему, не было вообще никогда. В общем, ребятки, сегодня нас ждут очень крутые, насыщенные эмоции. Ставьте лайки, пишите комментарии и погнали! Пытаемся Настенку выгнать в сауну, она вообще вот ни в какую. Давай, иди, говорю. У меня-то как бы типа прям план, пока до обед Настенка идет в сауну, на часочек я с детьми, потом Настенку кладу мировку, я иду с мальчишками тоже в сауну и в бассейн. Но Настенка ни в какую не идет. Мы не смогли Настенку выгнать в бассейн и в сауну, поэтому идем с мальчишками. Вдруг кто-то впервые попал в наш канал, у нас тут вот бассейн, видите, горки. Вон там банный комплекс, закрытый бассейн, спортзал, хамамчики, бассейны. Вот, здесь ресторанчик, очень уютный, маленький, но очень уютный комплекс. И самое главное, что вся инфраструктура отельная, она есть, ну и совершенно бесплатно, как говорится, пользуюсь я не хочу. Опа, такой у нас крытый бассейн с теплой водой. Но в этом комплексе, кстати, классно то, что уличный бассейн, его не сливают. Там тоже купаются, распарятся как следует и погнал. Тут единственное, что горки не включают. Фух, красота. Еще есть выход, кстати, на улицу. А это спортзал. Ну и, конечно, коль мы в бассейне, отрабатываем новый навык, учимся плавать на спине. Радюшка, показывай, как ты плаваешь на спине. Давай. Вот так вот. Это человек-рыба. Темик, давай теперь ты. Вот, смотрите, почти весь бассейн проплыл. Ну ты зачем ныряешь-то? Давай. Расслабься. Ага, вот так вот. Спортсмены. Любители. Любители спортсменов. Давайте, давайте. О, Темка почти тоже. Красавец. Ух. Как сразу запотело. Так, парни себе покоечки взяли. Вот так это выглядит. Крутая вещь, конечно. Запотевает. Ну и как же здорово, что после сауны и бассейна домой приходишь и уже есть что покушать. На днях Настенка сварила борщец. Еще на рынке купили килограмм, наверное, 7 мандарин. И это вот все, что осталось за пару дней. Но апельсины мы вообще не тронули. Поэтому я думаю, что обязательно нужно сделать сок апельсиновый. После обеда, после борща самое то. Ну, посмотрите, какая красота. Вот из такого вот количества апельсин при помощи вот этой вот херовины получился литр апельсинового сока. О-о-о-о. У нас у всех в жизни бывают разные финансовые ситуации. И когда идет взлет, это, конечно, очень хорошо. Но когда вот идет провал, это плохо. И бывает такое, что провал затяжной. Ты не знаешь, что делать и не знаешь, кому обратиться за финансовой помощью. И на самом деле можно занять денег у знакомых, у родственников. Но такие обращения, они не всегда комфортные. Как правило, каждому приходится переступать через себя. Кто-то бежит, берет какие-то микрозаймы и еще что-то, какие-то кредиты непонятные. И влезает в такую кабалу. А на самом деле, рядышком, совсем рядом есть решение. И сейчас я хочу порекомендовать вам кредитную карту Альфа-банка. Вы знаете, такая кредитная карта есть даже у нас. И это очень крутая карта, потому что Альфа-банк, когда мы ее оформляли, это было самое лучшее условие по кредитной карте. Таких условий не было нигде, никогда, ни в коем случае. Тогда банк давал 100 дней без процентов пользоваться картой, не платить проценты вообще ни рубля. Но сейчас Альфа-банк пошел еще дальше, и они сделали целый год. Представьте, вы оформляете карту, пользуетесь этими деньгами и не платите процентов вообще на протяжении целого года. По моей ссылке в описании вы получите не только целый год без процентов, вы получите еще пожизненное бесплатное обслуживание навсегда, без каких-либо условий. А еще, когда вы получите эту карту, отправитесь в магазин совершать первую покупку, потратите более 1000 рублей, вам кэшбэком вернется 1000 рублей. Представьте, 1000 рублей потратили, 1000 рублей заработали. В общем, ребята, ссылочка на эту карту есть в описании. Переходите, оформляйте, пользуйтесь с умом. Как же я люблю каждое утро выходить на балкон, и тут тепло. Третий день уже обещают дожди по погоде, но их все нет и нет. Это, конечно, очень хорошо. Вот сегодня, например, видите, там вдалеке тучки-тучки такие, облака точнее. В общем, у нас сегодня очень крутая идея. Поедем куда-то туда. Поедем мы в Белек. А вот зачем мы туда поедем, сейчас позавтракаем и расскажу. Пока Настенка с Мирошкой там умываются, я уже, смотрите, приготовил эту красоту, вкусноту. Кофеечек у нас готов. Все сейчас наливаем в кружечки, которые подарили нам ребят на Новый год. И завтракаем. И поехали. Так, ну все, мы вот на улице. Ура! Все собрались. А поедем мы... Артем, куда поедем? В Диснейленд. В Диснейленд. Почти. Почти Диснейленд. Парк, вот этот легенд в Белике. Поехали. Мы там уже были, гуляли, ездили на новогоднее представление, но мы не посетили аттракционы, так как мы приехали уже полпятого, а не до пяти. Поэтому сейчас уже время почти одиннадцать, мы выезжаем, ехать полтора часа, надо еще заправиться. Короче, погнали! Так, мы подъезжаем на заправку, здесь вон Mall of Aura, вот такой вот огромнейший базар, правда сейчас, по-моему, он не работает. И заправочка BP-шечка, на BP зальем. Давно, кстати, на BP не заправлял, обычно на Shell'е льем. Сейчас посмотрим, сколько здесь стоит дизелетчик. Так, а дизелетчик стоит 22,67. Если в Турции заправляться за наличные, то наличные нужно отдавать заправщику. Он записывает номер машины, вводит данные, делает разблокировку и заправляет, а вы сидите просто в машине. Также в 99% случаев вам помоют все стекла, а вы дадите бакшиш. Вот, а если оплачиваете по карте, просто заправщику говорите, насколько лир нужно заправиться, и идете уже непосредственно оплачиваете заправку по карте. Вот мы сейчас постоянно платим везде по карте, соответственно, я хожу в помещение. Вот мы и подъезжаем, у нас уже видны безбашенные аттракционы, на которых мы сегодня обязательно катнем. Сейчас будем заезжать. Вот, поворачиваем сейчас налево и будем заезжать на подземный паркинг, на тот же, постараемся на то же место, где мы были. Потому что оттуда очень близко прям идти до самих аттракционов. Вот видите, машину проверяют, специальной штуковиной под низом. Опа, и еще в некоторых посматривают багажник. Здесь так, низенько. Вот он пишет, два с половиной метра. Я в прошлый раз, когда заезжал, спрашивал у них, пройду-не пройду, они мне говорят, пройдешь, едь. Но все равно ссыкотно, короче. Опа, опа. Так вот, прикиньте, бабах задеть боксом или трубой. Мы думали, что Мирошка хоть чуть-чуть поспит. Он буквально вот прям 10 минут подремал уже на подъезде. Держись, Мироша, держись. А где мои? Здесь, кстати, все реки попрохладнее. Мы подъезжаем, я смотрю, такой, опа, 14 градусов, аж попутал. Я-то вообще в шортах, понимаете? Но на солнышке сейчас разгоняется температура, на солнышке нормально. Я надеюсь, что здесь до 20 разгонится. Пока идем на кассу, покажу вам немножко здесь красоту. Здесь, на самом деле, вечером очень круто гулять, поэтому я рекомендую здесь побывать вечерком. Ну, а если нет такой возможности, то посмотрите наш новогодний выпуск. Мы тоже здесь гуляли, смотрели представления. Здесь вот различные всякие разные ездили Дед Морозы, персонажи из мультфильмов по вот этой реке. Короче, гляньте. Так, Настенка, сфотографируй, 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 сфотографируй. Пошел фотографировать. Я сфотографировал голову, поворачиваю и... И они. Почему в Турцию, куда бы мы ни приехали, везде мы? Да, гляньте. Здравствуйте. Здорово, Баня. Здорово. Здравствуйте, мамкира. Все, не бесит. Все, пойдемте. Здорово. Возможно, мы сделали ошибку, что приехали сюда в воскресенье, потому что турки тоже хотят отдыхать. И отдыхают в воскресенье. И здесь, на самом деле, вот я вам покажу, уже очередь даже на кассу. И это, конечно, грустно. Но посмотрим, что будет там. Сейчас, кстати, билет стоит 25 долларов. Взрослый и 20 детский. Мы купили билеты. Это детские браслеты. Это взрослые браслеты. 2 тысячи 24 лиры вышло. Я по детски. Так, все, браслетики на руках. Влад готов. Наташа тоже готова на самой отмороженной горке, да, прокатиться? Да. Настенка, ты? Настенка готова гулять. Ага, все понятно. Зачем я заплатил за тебя? Что за прикол? А что они, шеллики? Так, здесь турникеты. Одна горка не работает, она просто водная с брызгами, поэтому не работает. А, вот с колясками. Я как медперсона иду сюда проходить. Вот так вот, специальным прибором чик-чик-чик тебя размагничивают, и все, и ты начинаешь двигаться. Красавелия, красота. Ну, сегодня получится отрыв, обзорчик, постараюсь поснимать. Надеюсь, здесь не запрещено с собой брать камеру, а то, например, в Сочи парке это делать нельзя. Кстати, здесь можно, если вы там с рюкзаками, оставить даже свои вещи. Вот, лукер-рум. Все, двигаемся, пошлите гулять, смотреть, что здесь есть. Кстати, 200 лир стоит специальный билет, чтобы проходить без очередей. Вот мы думаем, если будет сильная очередь, то мы, конечно, купим. Потому что эти билеты нам нужны, по сути, только мне и Владу, а детям это особо-то и не надо. Идем просто вот так вот за всеми людьми. Здесь еще есть шоу у дельфинов, аквапарк не работает, но вот шоу у дельфинов функционирует. Указатели, пастфуд, рестораны и все горки, все горки, все горки там. Но мы на самом деле все, мы прям готовы гонять как следует. Так, ну вот они, отмороженные горки. Вон, вон, вон. Ой-ой-ой. О, Мари пустой катается вообще. Ты видел? Пустые сидухи. Надеюсь, не будет очередей на горку. Очень я их надеюсь. Ну, конечно, понравится. А как не понравится? Влад обещал по 200 лир купить специальные проходы, чтобы не ждать, чтобы нам точно понравилось. Сначала он обещал заехать за нами в 7.30, понимаешь? Я понял. Наверное, насчет билетика без очередей тоже вранье. Если нам понадобится, мы смотрели 100-200 лир. Ну, такого мы еще не видели. Роботизированные музыканты. У-ху! Красота! Смотри, как здесь красиво. Постройки, инсталляции, цветочки. Так. А, ну, собственно, это вот и начинаются уже аттракционы-то, кстати. Вот, можно уже идти... Какие-то штуки. Какие странные музыканты были, да? Прервемся. Я знаю, что многие смотрят на нас и думают, блин, они так много путешествуют. Как? Ответ простой. Для того, чтобы столько путешествовать, нужно иметь удаленную работу. И, конечно, для многих понятие удаленная работа, мол, типа, что, а как это? И, короче, куча-куча вопросов. Так вот, я так подумал и решил, что я могу быть в этой теме полезен. Но запускать какой-то курс и чему-то обучать я не готов. Но я решил скреативить, и знаете, что я сделал? Я запустил канал, который называется «Удаленчик». Ссылочку на этот канал я оставлю в описании. Если вам интересна тема удаленной работы, то обязательно перейдите по ссылочке, посмотрите первое видео, которое там уже есть. Первое видео – это презентация этого канала, суть этого канала, зачем я его создавал. Там же напишите комментарий, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить первый выпуск на этом канале, который выйдет уже совсем скоро. Если вам неинтересна тема удаленной профессии, то, конечно, переходить и подписываться не нужно. В общем, ребятки, я всех жду, кто хочет развиваться в удаленных профессиях. Ссылка в описании. Продолжаем смотреть выпуск. Мы изначально хотим посадить детей на какие-нибудь горочки. Вот, например, первое. Посмотрим, как здесь будет кружить. Так, вон есть еще какие-то горки. Ладно, сейчас будем все по порядку уже непосредственно осматривать. Отправляемся все вместе. И даже Мирошка. Надеюсь, Мирошкой пустят. Пойдем, пойдем, пойдем. Можно, можно, можно. Он на ручках будет, ничего страшного. Так. Не бойся, не бойся. Мамыч, мамыч. Нет? Нет, ты не пойдешь. Ладно, давай, нет, давай, ты иди, да, а я смею. Ну, а с Мирошкой не пустили. Мирошкой ее маленький человечек. Здесь, короче, вот они стоят тут с такими вот специальными палками и сразу на входе замеряют. Если нет, то как бы нельзя. Вот. Я готов. Эгэгэгэ, я тоже готов. Ну, понятно. Ладно, сейчас посмотрим, как их будет крутить тогда. Это, получается, ковер-самолет. Он их будет крутить-то или нет? А, вот, смотри, сейчас начнет делать полные обороты. Вы не усните, там самое главное. Так, должен сейчас быть, точно должен быть круг. Это все? Ну, давай, 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 переваривайся уже. О, нет, завис. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Вау, я хочу вот на эту штуку. Просто Вера головой. Да. Составы, кстати, еще полупустые ездят. И сразу пойдемте спрашивать мнение у мальчишек. Ну, че? Спасибо. Как вам? Не очень. Не очень? А, очень вас не пустят. А нас пустят. Так. Куда, куда ты своего медведя пихаешь? Нормально? Так. Да, пустите самого главного. Малыша. А мы с Мироечкой снова в пролете. Судя по вот этим разделениям, красным, сейчас я вам покажу. Вот, видите? Вот эти лабиринты. Очереди здесь летом тоже конкретные. Ляля Влад, как тебе? Очень весело. Закрутись. Ну все. Все полетели. Все полетели. А, закрыли уже? А, да. Коротко, от загруженности парка один человек, прикиньте, катается. Поэтому нас не пустили, потому что уже закрыли. Там два. Так. А, ну два человек, ну окей. Поэтому мы вот идем вот сюда все. Вот на вот эту штуковину. А, все проходит. Только три человека? Только дети. Короче, не фракцион. Шутка про то, что Влада не пускают на трансон, она реально правдивая. Вот, например, нет фракционову реально не пустили из-за роста. И меня тоже, кстати. Здесь вот прям только для маленьких. Давайте, давайте. Смотрите, пожалуйста, ребята. Так, в общем, это башня свободного падения. Обожаю этот вот рецепт. Да, вот это когда высокий. Да, вот это чувство в животе обожаю, когда я. Мам, в животе щекотень. В животе щекотень. Делаем нарушение. Снимать вроде нельзя. Но как по-другому, да? Ступеньки отъезжают. Вот это да! Все, сейчас полетим. Мы видим все. Так, она должна вообще... Еще... Ай! Палец? Он видит на этот момент камеру. Вот здесь не видно. Ай! Когда ты туда входишь, видишь? У-у-у! У-у-у! Ты думаешь, он смотрит? У-у-у! Вот это отрыв! У-у-у! 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 Пока не так серьезно. У-у-у-у! У-у-у! Мы просто повисли. У-у-у! 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 Боишься к дцам? Ёбстанэй! Вот не что. Прикольно веселый. Блин, надо на горку. На горку надо. Почему? Там веселее. Круть! Давай! Ёбстанэй! У тебя телефон не выйдет, а? У меня телефон просто на миллиметре было от смерти. Ух! Ну что, аттракцион, конечно, был клёвый. Я даже не смотрел еще кадры. Вот пишу я не смотрел, что получилось, но мне кажется, очень забавно. Надо что-то пожёстче этого, собственно, вот эти все америкусочки. Вот, маленькие, прям совсем детские. Мы с Мирошкой ждем Настенку и Наташу Они пошли вот сюда, в комнату страха Влад с детьми убежали на детские аттракционы А мы с Мирошкой гуляем Так, дети, дети Пошли Так Парни бегут мне что-то срочно показать Короче, здесь вот корабли ездят И можно прям суши Вот так вот Бомбить по всем Но они катались на лодке А в них стреляли А где Мирон-то? Давайте Пошли 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 Рано, рано, рано О-май-гад Папа-пам Спустя Ладно 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 М прикольно мы приближаемся к самому интересному посмотреть какие здесь сумасшедшие просто трассы просто супер и здесь 6 детские американские горки вот они ведь и желтенькие хотим чтобы пустили туда детей надеюсь пустят а кораблики короче им понравился дети кто кстати самые большие очереди почему-то так но все за летаем мы стоим на американские горки на детские всех сюда пустят единственное что киру и родиона с родителями что всем с ним пойдет и влад здесь начинается представление маша и медведь среди сколько это стоит сейчас немножко на цене смотрите и роскошные декорации роскошные костюмы у актеров паровозик поехал ищи да для них это еще секрет вот сейчас разгонят готовьтесь готовьтесь все отсюда по моему понеслась у о видали сразу скорость это называется нежданчик ну что как так детям зашло и еще да спуск мощный прям колбасик посмотрите как ну что вот это классно было вот эту штуку попробуем взять мы на американских горках это просто жесть что стремно ну короче я ее держу как могу если что тебе я дам да ну на руку не вешается нет все Ох твою мать! Блядь, а тут крепление полное говно! Да ну нахуй! Это страшно пиздец! Блядь! Ой, ёбаный брат! Ой, да ну нахуй! Да ну нахуй! Да ну нахуй! Блядь! Да ну нахуй! Да ну нахер! Ёбаный! Блядь, остановите, я сойду! Да ну, блядь, взлетаем! Блядь! Ой, блядь! Да ну нахуй! Блядь! Да ну пиздец! Давай, блядь! Блядь, ни как бацанам страшно! Бацаны, как вы! Ёб твою мать! Да ну нахер! Ооо! Ёб! Ничего себе, вот поехать! Это пиздец! Я вообще полностью! Чё, живы, парни? Полёт! Я считаю, что бессмысленно, что-то комментировать вы все прекрасно видели. Надо повторить! Так, мы пришли в дельфинарий. Осталось только понять, где наши. Вон они! Вон они поднимаются. Так. Вон наши, ведь они нас не подождали. Ооо! Ооо! Давай, беги, Влад, короче. Веги! Надо занять самый козырный первый ряд. Ооо! Посмотрим, давно мы не были на таком представлении. Последний раз, по-моему, это просто шесть. Миро сейчас ждёт представление. Дети, дети отдельно сели. Вот, сейчас будет. Так, у нас началось представление. Блям-блям-блям-блям-блям-блям-блям-блям. Это дельфины? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. хотят что-то идти по-мою. Так, этот чувак напугал Мирона. А, ещё тебе! Оооо! Продолжение следует... 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 Мама сайты делала! Николай, она сайты делает! Она сайты сделала! Мама с родителями запущен, что никому не делала и сайты, только и наш папа. Как эмоции? Прикольно, мы её почти перевернули. Ночень, конечно, сумасшедственно. Почти получилось. Нормально. Не, на самом деле классно. Но прокрутиться у меня я не смогла бы. Не решилась, да? Нет. Так, можно Кира и Родион, они с тобой. Ну, в том плане с родителями. Папа, мне можно без родителей? Да. Ура, я без родителей. Ты можешь собрать чемодан и отправиться в путешествие без родителей. Я просто хочу без родителей. А мы с Мирошкой будем ждать, да, сынок? Да, мы маленький. Так, наши поехали. Вот, сейчас будет, сейчас будет у них точно весело. Не так мощно, конечно, как мы ездим, но тем не менее. Ну, верьте. Мне надо! Мне надо! Не надо! Мне надо! Ууу! Мне кажется, они довольны. Ты представляешь, он помчал всё время? И кем-нибудь ещё. Давай. Ничего себе напугали. Пошли. Если места хватит, уже места не хватит, если места хватит. Пошли. Очки возьми. Что, клёво, дай? Папа, поднимайся. Короче, клёво. Мы идём снова. Покажи, поднимайся вверх, я пока снимаю. Давай, Родик. Родик, держись. Рокки, Рокки, Рокки. Давай, Родик, держись. Перебористово. Молодец. Рокки. Рокки. Молодец. Как тебе? Я даже попила Рокки. Я даже попила Рокки. Ростёнок, твои эмоции. Примерно так было. Короче, мы затащили девчонок на эту огромнейшую горку. Во, идите туда. Я в туалет. идите туда давайте давайте короче мы сладом все-таки осуществили нашу цель и прокатились без эмоций на американской с понятными руками включаю смотрите а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok